Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сейчас я приготовлю очень вкусную запеканку из творога и тыквы. Сезон тыквы. Рецепт очень быстрый. Духовка у меня уже разогревается. И я показываю, как легко, красиво сделать обалденную запеканку. Она всем понравится. Чтобы не терять время, я маночку замочу в сиропчике из изюма. Изюм я только что загорел кипяточком. Две секундочки он прогрелся. Разбух. А сироп я слил. Вот маночка. Пусть немножко разбухает. Сироп, конечно же, не кикаток, чтобы манка не свернулась комочками. В принципе, запеканка уже почти и готова. Теперь самое важное, это порезать теклу на кусочки. Есть несколько разновидностей рецептов. Один рецепт. Тыкву берут, сначала запекают в духовке, чтобы она была полностью готовая. Потом из нее выпаривают влагу лишнюю. Потом еще ее протирают. А есть рецепт, когда тыква берется сырая. Зачем же нам выпаривать сок из тыквы, самый вкусный и ароматный, витаминный. А потом добавлять в запеканку что-нибудь еще, чтобы манка могла разбухнуть. Тогда можно сразу взять тыквочку, почистить ее и все будет очень красиво. Главное, чтобы тыква была сладкая и ароматная. Классная тыква, очень сладкая. Маночка. Изюмчик. Обязательно хорошая щепотка соли. А лучше две. Сейчас я немного размешаю манку, чтобы ее было побольше. И она легко перемешивалась с творогом и тыквой. Немного творожка. Ммм, вкусный. Вот такая красивая основа из манки получается. Я это делаю для того, если я не очень понятно объясняю, чтобы вся манка легко размешивалась в количестве и творога, и тыквы. И не была в каком-то одном месте кусочка. Теперь два яичка. Блендер мне не нужен, потому что здесь самое приятное и вкусное. Это текстура творога, чтобы он был небольшими крупинками. Также, такие маленькие полосочки тыквы, которые я потер на терке, тоже будут давать свою хорошую текстуру. Сахар. Сахар я взял вот столько, почти целый стаканчик. Но в зависимости от сладости тыквы, нужно пробовать потом на вкус, сколько сахара добавить, чтобы не было слишком сладкое. Я добавлю пол ложечки соды. Она поможет хорошенечко подойти к запеканке. Соду я не гашу, но обязательно протираю через сито, чтобы не было комочков. И, конечно же, сюда добавить ванильного сахара. Так, вроде бы всего добавил, добавляю остальную тыкву и пробую на вкус. Класс, сахара больше не нужно. Пергаментная бумага. Складываю его так. Красиво. Как будто бы хочу сделать шапочку или кораблик. Кораблик. Или капку. Или ловушку. Что же можно сделать? Друзья, напишите в комментариях, кто-нибудь до сих пор помнит, как сделать, например, кораблик или лодочку. Так. Вуаля. Идеально. Сразу сразу борта формы. Красота. Вот на такой уровень в духовке я ставлю запеканку. Духовка пока на максимуме. И еще один маленький секрет. Сейчас я поставил запеканку в газовую духовку. Запеканка минут 5 еще пробудет на максимальной температуре. А только потом я уменьшу газ до температуры 180-190 градусов, чтобы она запекалась минут 30-40. Это очень важно. Абсолютно ничего не прилипло. Вот такая творожная запеканка с тыквой. Она была немножко выше, но она оседает. Это нормально. Запеканка, любая запеканка, абсолютно любая, она всегда чуть-чуть осядет. Чтобы она меньше оседала, я ее подержал в духовке после приготовления, пока она слегка чуть-чуть остыла. Попробуем. А ну, попробуй. Тогда обращайся. Дякую. Запеканка мне очень нравится. Сейчас сезон тыквы, поэтому тыква полезная. Она дешевая, творог вкусный. Делайте такую запеканку. Если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные-огромные лайки. Подписывайтесь на мой канал. И помните, друзья, кухня – это самое спокойное место.